Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембетто. Сегодня продолжаем тему финансовых рынков и поговорим об основных финансовых активах. Тема интересная, так как в ней рассмотрим те инструменты, которые дают возможность заработать на финансовом рынке. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговли на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. Первая большая тема – занятие посвящено базовым финансовым активам. Во второй части расскажу о деривативах. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Сегодня наше занятие не будет делиться на теорию и тест. Поэтому, если вы хотите оценить свое понимание материала, приготовьте бумагу и ручку. На каждый вопрос вам будет дано примерно 10 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом просмотре видео ставить на паузу. В конце встречи подсчитаем баллы и вы сможете себя проверить. Начнем с разминки. Назовите базовые ценные бумаги фондового рынка. Если задача понятна, тогда начали. Если вы вспомнили про облигации, напишите себе 5 баллов. Облигации выпускается компанией для привлечения дополнительных финансовых средств и имеет ограниченный период обращения, прописанный в эмиссионном документе. В течение этого периода инвестор получает доход в виде процентов, а потом возвращает первоначальную стоимость, которую потратил на покупку бумаг. По сути, это является кредитованием предприятия. Поэтому каждая облигация представляет собой долговое обязательство фирмы перед ее держателем. Кредиторы, владельцы облигаций не имеют права голоса в управлении компанией. Дивиденды по облигациям обычно значительно ниже, чем у акций, но они выплачиваются во всех случаях. Уверен, что вы не забыли про акции. Если так, то добавьте себе еще 5 баллов. Если покупатель облигаций – это кредитор предприятия, то покупатель акций – владелец, и он получает больший доход, но несет больший риск. Акция – это ценная бумага, которая закрепляет за владельцем право на получение части прибыли от компании в виде дивидендов и при определенных условиях дает возможность управлять компанией. Чем большим пакетом акций владеете, тем больший вес вашего решения на акционерном собрании. Как и облигации, акции торгуются на фондовой секции биржи. Следующий вопрос. Тоже достаточно простой. Назовите виды акций. Если готовы, тогда начали. Кто назвал обыкновенные акции, добавьте себе еще 5 баллов. Владельцы обыкновенных акций, как правило, обладают правом голоса на общем собрании акционеров, в зависимости от размера пакета акций, но им не гарантированы дивиденды и выплачиваются только после того, как будут покрыты выплаты по привилегированным акциям. Кто вспомнил про привилегированные акции – молодцы, добавьте себе еще 5 баллов. Привилегированные акции, в отличие от обыкновенных, гарантируют дивиденды, но не дают или сильно ограничивают права в управлении компанией. Привилегированные акции делятся на кумулятивные и некумулятивные, конвертируемые и неконвертируемые, а также с долей участия. Кумулятивные предполагают сохранение дивидендов, даже если они не могут быть выплачены в срок, а конвертируемые предполагают возможность конвертировать их в обыкновенные или кумулятивные акции. Некумулятивные, невыплаченные дивиденды не накапливаются. Неконвертируемые, не позволяющие менять акции на бумаге другого статуса. С долей участия предполагают выплату фиксированных дивидендов без возможности получить прибыль сверх. Обычно дивидендная политика четко прописана в уставе компаний и публикуется в открытых источниках. Есть отдельная группа акций, дивиденды по которым выплачиваются регулярно и о них мы сейчас поговорим. Эти акции называются голубые фишки. Голубые фишки – это акции наиболее крупных и надежных компаний, которые формируют основной объем биржевых торгов. Доля голубых фишек в объемах торгов может достигать более половины, при том, что по количеству их не более 20% от всех торгуемых бумаг. Основные финансовые результаты работы голубых фишек регулярно публикуются на сайте компаний и освещаются в СМИ. Все изменения, происходящие в таких компаниях, быстро становятся достоянием средств массовой информации. Стоимость предприятия часто определяет его надежность. Голубые фишки – это компании с очень высокой капитализацией. Для расчета капитализации необходимо текущую цену акций умножить на их количество. Если у компании торгуются обыкновенные и привилегированные акции, сначала считается общая капитализация по каждому типу ценных бумаг. Затем результаты суммируются. Если акции торгуются на нескольких биржах, капитализация рассчитывается по цене акций на одной бирже. Обычно компании, акции которых относятся к голубым фишкам, регулярно выплачивают своим акционерам часть прибыли компании в виде дивидендов. Обычно у голубых фишек доля размещения составляет более 50% от выпущенных акций. Еще один вопрос теста. Назовите список из семи компаний, акции которых являются признанными мировыми голубыми фишками. Я понимаю, что список из семи акций может существенно различаться, поэтому сделаем так. Если в вашем списке будет хотя бы одна акция из моего списка, то можете себе поставить за этот тест 15 баллов. Если условие понятно, тогда начали. Успели написать? Хорошо, покажу свой список. Первое место в нем занимает Алкола. Американская металлургическая компания, крупнейший в мире производитель алюминия. Помимо производства первичного алюминия, компания также является одним из мировых лидеров по добыче бокситов и производству глинозема. Американ экспресс, американская финансовая компания, известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. Входит в двадцатку крупнейших банков США. Около третьей выручки приходится на зарубежные операции. AT&T, американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат, крупнейшая в мире телекоммуникационная компания, является вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США. Начало истории компании неразрывно связано с именем Александра Белла, основоположником телефонии. Bank of America – американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США. Boeing – американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Boeing на протяжении многих десятилетий является крупнейшей авиакосмической фирмой в США и крупнейшим экспортером страны. Caterpillar – американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Выпускает землеройную транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты. CSKA – американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенная в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний в области высоких технологий. Посмотрите список целиком. Если у вас хотя бы одна акция из моего списка есть, поставьте себе плюс 15 баллов. Мы выяснили, что акции и облигации – это финансовые инструменты, что торгуются на фондовом рынке. А теперь скажите, какие еще базовые активы вы знаете и на каких рынках они торгуются. Готовы проверить себя? Тогда время пошло. Если вы назвали торговлю первичным сырьем и вспомнили про товарную секцию биржи, очень хорошо поставьте себе плюс 5 баллов. Сейчас, правда, все чаще и чаще торговля товаром происходит при помощи производных ценных бумаг. Но об этом мы поговорим чуть позже. Если назвали валютный курс и сказали про валютную секцию биржи, не забыв про Форекс, молодцы, поставьте себе еще плюс 5 баллов. Остановимся подробнее на валютных парах. Подумайте и напишите список основных мировых валютных пар. Если задача понятна, тогда начали. Думаю, что с этой валютной парой сложностей не возникло. Евро-доллар, скорее всего, написали все. В дальнейшем за каждую совпадающую валютную пару ставьте себе плюс 5 баллов. Прежде чем перейдем к остальным, хочу уточнить и закрепить понимание графика курса. Для проверки понимания, предположим, что график евро-доллар выглядит примерно так. Скажите, какая валюта дорожала на зеленом участке? Евро или доллар? Если условия понятны, тогда засекаю время, время пошло. Кто сказал, что на данном участке графика рос и доллар, поставьте себе плюс 5 баллов. А с остальными давайте разбираться. Итак, цена данной валютной пары показывает, какое количество долларов США можно приобрести за 1 евро. Таким образом, у нас в числителе будет единица, а меняться будет только знаменатель. Если знаменатель растет, значит дробь будет уменьшаться. В том случае, когда знаменатель уменьшается, дробь растет. Поэтому снижение доллара на графике будет на красном участке. Кто записал британский фунт к доллару, поставьте себе еще 5 баллов. Я в дальнейшем не буду об этом напоминать, вы сами за верный ответ начисляете себе баллы. Кто указал доллар к швейцарскому фуранку, молодцы. Кто записал австралийский доллар к доллару США, очень хорошо. Кстати, если график снижается, какой из долларов растет? Подумайте и напишите в комментариях. Следующая пара – доллар Новой Зеландии к доллару США. Кто указал эту пару, напишите себе еще 5 баллов. Это полезно знать, так как основные пары – они наиболее ликвидны. Кто вспомнил пару доллар США к доллару Канады – очень хорошо. Кстати, если график растет, какая валюта укрепляется? Напишите свой ответ в комментариях. И последнее из основных в пар – доллар США к японской иене. Кто смог написать все пары – молодец. А сейчас переходим ко второй части, поговорим о производных финансовых инструментах. Производные финансовые инструменты или по-другому деривативы – это контракты, по которым стороны, покупатели или продавцы получают право или обязуются. Обратите внимание, это важное различие. Право вы можете делать или не делать по желанию, а обязательства вы обязаны делать независимо от вашего желания. Выполнить действие означает купить или продать базовые активы. А теперь вопрос. Назовите основные производные финансовые инструменты. Готовы себя проверить? Тогда засекаю время. Если вы назвали опционы, очень хорошо поставьте себе 5 баллов. Опцион – это такой контракт, по которому покупатель опциона получает право, обратите внимание, именно право, а не обязанность купить или продать базовый актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене. В свою очередь опционы делятся на два типа – Call и Put. Опцион Call дает его покупателю право на покупку базового актива по фиксированной цене в определенное время, а опцион Put дает право на продажу актива по заданной цене в заданное время. Приобретая опцион Call, покупатель рассчитывает на рост цены базового актива в будущем. В этом случае он сможет воспользоваться своим правом на покупку по указанной в опционе цене ниже текущей рыночной по истечению опциона. Приобретая опционы типа Put, покупатель ожидает падения цены ниже контрактной для реализации по ней базового актива в будущем. Если вспомнили про CFD-контракты, поставьте себе еще 5 баллов. CFD – это контракты на разницу цены. Таким образом, если вы заключаете CFD-контракт на покупку акций Apple, то при росте акций ваш доход будет разницей между ценой покупки и текущей ценой, при этом акциями вы не владеете. Плюс CFD в том, что вам не требуется вся сумма для покупки, а можете использовать только гарантийное обеспечение, что, как и у фьючерсов, создает финансовое плечо. Если вы назвали фьючерс – отлично. Фьючерсы бывают поставочными. Это классический вариант фьючерса, по которому покупатель обязуется купить, а продавец продать базовый актив в определенную дату в будущем по зафиксированной текущей цене. Второй вариант фьючерса – расчетный. Разница между поставочным и расчетным фьючерсом в том, что во втором вам не нужно получать базовый актив на дату экспирации. В этом случае вам будет зачислена или списана разница между вашей покупкой и текущей ценой. Расчетный фьючерс – это один из самых современных и эффективных инструментов. И сейчас покажу список наиболее ликвидных мировых фьючерсов. Возглавляет список ликвидных мировых фьючерсов фьючерсы на индекс S&P500 и Dow Jones. Также к этим фьючерсам входят их младшие братья с приставкой мини. Далее идут фьючерсы на нефть, особенно на сорта WTI и LightSuite. Фьючерсы на казначейские облигации США. И замыкают список валютные фьючерсы. В списке фьючерсы на основные валютные пары. Мы с вами их прошли буквально недавно. Сегодня мы бегло рассмотрели основные финансовые активы, которые можно использовать для инвестиций или трейдинга. А сейчас кратко подведем итоги по тесту. Если вы набрали менее 30 баллов, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 30 до 60 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 60 до 80, это хорошо, но и это можно значительно улучшить. Если вы набрали более 80 баллов, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы смогли набрать в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал «Адмирал Маркетс» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!